Павел Николаевич, ну вот все больше и больше таких ярких лидеров, которых уважает, даже будем говорить так, не те, кто голосует за КПФ, а с другой стороны, с либерального края, уважают этих людей, например, вас, Бондаренко. Все больше и больше этих людей вытесняют, убирают из списка. И как вы относитесь к тому, что акция в поддержку вашу, которую Валерий Федорович Рашкин организовал в Москве, привела к тому, что даже там задерживали журналистов, блогеров. В общем, что это такое? Власти боятся так? Ну, вообще любые задержания, это противоречит моему пониманию вообще демократического процесса. Люди имеют право в соответствии с Конституцией собираться мирно, без призывов к национальной розни, к экстремизму. И поэтому мне кажется, что вот эти наши власти, силовые структуры, они там перегибают балку. Зачем в пустом месте совершать какие-то такие действия? Я считаю, что противоправные действия совершают как раз правоохранительные органы и усугублять процессы. Ну, люди собираются, ну и что? И, кстати, мы вот видим, что происходит в европейских странах, в Америке. Там, пока люди мирно собираются и идут, их никто не может тронуть, ни один полицейский. Да, если они начинают там бить витрины, переворачивать машины, сжечь какие-то мусорные баки, вот тогда полиция вступает в действие, это абсолютно правило. Но еще раз, Конституция разрешила всем, без исключения, собираться мирно и с мирными предложениями, лозунгами. Второй вопрос, еще раз, вы поймите, все больше и больше людей понимают, что надо менять экономическую и политическую ситуацию в стране. Что свобода стала меньше, что жизнь стала хуже. И их полное право собираться, а потом ходить на выборы и голосовать. И голосованием можно добиться очень больших результатов. Я считаю, что те, которые призывают несанкционированные митинги и какие-то акции полуэкстремистские, они не правы. Нужно, наоборот, прийти всем на выборы и проголосовать, и зафиксировав результат, а, к сожалению, мы об этом говорили и в Чувашии, и в Мариэл. Мы не ждем честных выборов. Конечно, хотелось бы, но, судя по всему, власти опять готовят какие-то классификации, а трехдневное голосование дает полную возможность этим заниматься. Поэтому нам нужны наблюдатели, нам нужны люди, которые бы зафиксировали наш результат, потому что ясно, что у КПРФ рейтинг гораздо выше, чем у любой политической силы, в том числе и в Единой России. Ну, вот это вот желание власти украсть победу, оно видно уже сейчас, потому что даже недопуск нас, например, к встрече с избирателями, отсутствие возможности равного доступа к средствам массовой информации, оно видно на лицо. Вы же видели, опять ушатые грязи на Грудинина, на Левченко, на всех остальных, но ни одного репортажа с нами. Ну, спросили бы тогда, дали бы возможность, по крайней мере, высказать альтернативную точку зрения. Пока мы с вами только беседуем, и спасибо вам большое и нашим партизанам, интернет-партизанам, которые распространяют эту информацию. Им все сложнее и сложнее, их тоже начинают преследовать, но, по крайней мере, пока, слава богу, вы еще и свободен, естественно. Но будем бороться. Нам просто так власть не отдадут олигархи, люди, которые получают баснословные доходы за счет минерально-серевой базы, за счет полезных откопаемых, они, конечно, без боя не сдадутся. К сожалению, их защищает власть, Росгвардия, там, правоохранительные органы. Да, я тут еще, кстати, интересно обнаружил, что за мной приглядывают, присматривают, случайно понял, что за нами ходят. Ну, вот, в Морел это было видно, там, они же друг друга знают хорошо, там, все-таки, скажем так, уже сталкивались с сотрудниками Центра АЭА. Ну, и видно. Ну, поцелают провокаторов, молодых ребят, которые определенным образом подготовлены, их задача задать вопрос, обязательно с собой микрофоны, которые они прячут. Не очень умело, но, ну, и, в общем-то, это политическая борьба, она такая состоит, в том числе, к сожалению, из провокаций. Ну, мы же, пусть, наше дело правое, победа будет за нами, все прекрасно понимают, что нужно что-то менять, что левый поворот для нашей страны, то, что, говорит, КПРФ, Геннадьевич, Юганов, это неизбежность. Другое дело, как, говорит, довести ситуацию до абсурда и вывести людей на улицы, я имею в виду, сама власть провоцирует людей выйти на улицы, это, конечно, не наш путь. Наш путь – это вот голосование, это бюллетени, это возможность высказывать свою позицию, открыто, гласно, спорить. Мы всем же предлагали прикинуть дебаты, ну, и пускай расскажут, вот, чего мы можем добиться, чего мы добились. Вот мы, например, Казанкова, Ивана Ивановича, в моем, в совхозе Ленина, в Соле-Сибирске, там, в Бугачево на Ставрополье, мы можем прямо показать, как мы желаем. Ну, пускай они покажут, придут, например, и покажут разваленные заводы, фабрики, фермы заброшенные, расскажут, как они довели страну в таком состоянии, где рабочие места, о которых много говорили, но их нет. И поэтому, нас поэтому боятся, потому что мы не только говорим, мы еще и делаем. Многие в комментариях, ну, вообще надо сказать, что ТВС-Охоз смотрит много сторонников ваших, и они пишут в комментариях и говорят, что мы хотим голосовать за Грудинина, несмотря на то, что может его там в бюллетене не быть, надо вписывать фамилию Грудинина и ставить галочку. Ну, мы же понимаем, что такое. Ну, во-первых, бюллетень портить не надо, потому что никто никогда не признает этот бюллетень действительным. Но надо понимать, что голосуя за КПРФ, за депутатов, депутаты, у нас там около 500 человек от КПРФ, они практически голосуют за меня. Потому что чем сильнее будет фракция КПРФ, тем больше шансов, что то, что я говорю, то, что мы все разделяем, а это все-таки национализация минералисовой базы. Это защита предпринимателей, это первое место рабочим специалистам, это суды вместо ипотеки, это пенсии повышенные до 25 тысяч. Все это будет реализовано. И какая разница, будет там Грудинина в этой думе или не будет, главное, что если большинство будет КПРФ, мы все это будем делать. Поэтому независимо от того, что там произойдет, какие решения, например, Верховный суд, у нас, мы с вами уже обсуждали судебную систему, и она, к сожалению, несправедлива, и она, к сожалению, подвержена влиянию исполнительной власти. Несмотря на это, все равно нужно идти и голосовать за КПРФ, потому что наша победа, общая победа, приведет к улучшению жизни простого народа. Мы это знаем хорошо. Продолжение следует...